Всем привет народ, и с вами Andron91RUS, и в этом видеоуроке я вам покажу как устанавливать Engine 2, и как в него её добавлять в библиотеки собственного. Так, буду показывать пример на версии 2.1.0. Итак, вот вы скачали, допустим, её в интернете. Заходим в папочку, здесь две версии для Mac и ПК. Так, буду показывать на версии ПК. Вот, заходим в папочку, видим тут два инсталлятора. Без разницы, можно ли будет запустить, это не имеет значения. Как вы видите, что этот, я запускаю. Тут открывается вот такое окошко. Что вот этот инсталлятор? Не имеет значения, как видите. Так, здесь жмём Next. Принимаем лицензионное соглашение, хотя о каком-то соглашении может идти речь. Если эта версия нам на хлеба досталась, так сказать. Так, тут видим два формата. Вот, Artax выясню. Artax я не ставлю себе. Так, у меня 64-битная система идёт, поэтому я указываю здесь вот такой путь. Куда вот у меня установлена виртуальная студия FL Studio 10. Вот так. Программс, FL Studio 10, плагинс, PST. Так. Ну и тут я вот уже создал папочку. Adjun2. Всё. Жму ОК. Так, для 32-битной системы тут, в принципе, пускай стоит, как стоит. Это вот путь идёт. Сейчас я вам покажу. Тоже вот программс. И только они как бы не вкарнигуют там папку FL Studio 10, а вот тут, видите, отдельно. А вот при установке FL Studio 10 она создаёт эту папочку. Так что пускай туда и идёт, в принципе. Так, жмём Next. Дальше. Тут ещё раз Next. Ещё раз Next. Так, пошла установочка. Finish. Как всё-таки с 4-ядерным процессором. У гестренька всё делается, не то, что с 2-ядерником. Который у меня вот до этого был. Вообще всё долго просто было. Так. Ну всё. Собственно, установка завершилась. Всё, заходим в FL Studio 10. Выбираем вырубить VST для подключения. Быстрое сканирование. Так, и тут у нас, в принципе, две версии. 32-битная и 64-битная. На 64-битной системе, без разницы, что вторая, что первая запустится, в принципе. Вот, как видите. У меня не запускается. И это не имеет тоже значения, как бы использовать. Так, добавление в библиотек. Допустим, вы скачали там для неё какую-нибудь библиотеку, которую вы хотите использовать. Так, сейчас, секундочку. Вот инструменты для NGIN. NGIN, точнее. Вы скачали там, ну у меня вот, допустим, все 5 библиотек есть. Так, теперь внимательно смотрим. Вот папочка, точнее, вкладка Perference. В английском не шарю, поэтому, может, она как-то по-другому там читается. Так, ну вот в неё заходим. Тут папочка вот библиотеки. Ну и вкладка, точнее. В неё переходим. И жмём Добавить библиотеку. Вот по этой вкладке. Указываем путь к нашей библиотеке. Вот куда я полез. Так, программс. Ну и допустим, давайте вот эту возьмём для примера. Всё, жмём ОК. Так, сейчас, секундочку. И так, вот в этой вкладочке. Так, так. Сам заполнил всё, что-то. В принципе, по-моему, сейчас просто можно выйти, как я помню. Зайти. Перезайти. И теперь вот сюда нажимаем парой кнопкой мыши, и библиотека у нас вот здесь. Если не перезапустить, она здесь не появится. После перезапуска она здесь вот появляется. Как видите. Можно её использовать, в принципе. Ну и точно так же, в принципе, можно любую другую добавить в библиотеку так же через эту вкладочку. Сюда нажимаем на эту вкладочку, и так же добавить. Так, давайте вот эту вальнюю, для примера. Так. Как мы видим, её здесь пока что нету. Перезапускаем. Перезапускаем engine, и смотрим. Так. И вот наша юлиотека, собственно, здесь. Всё просто. Собственно. И причём здесь довольно быстро погружаются инструменты. Не то, что вот ВКонтакте. Тут просто вот буквально я выбрал. Там любой инструмент. И он мгновенно просто погружается. Так. Да, вообще просто мгновенно вот. Ну сами видите вообще. Просто секунды не проходит. Что за глюк произошёл? Глюк, откликнись. Во. Кстати, довольно неплохой такой тоже сэмплер. Не знаю, почему его не оценили. Ничем не хуже ВКонтакте, в принципе. Очень тут есть прикольный, допустим, мне очень нравится хор. Соло хор. Сейчас вот добавлю его тоже. Такс, такс. Сейчас помню, будет только в конной библиотеке у нас. По-моему, вот этой вот. Так, передопуск. Ну и ё-моё, я что опять-таки я не туда бою. А, вот-вот-вот. Вот. Я просто не в ту вожгу. Библиотеку. Библиотеку. Спасибо. А ещё секунды. Сейчас это, где он добавляет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»